Всем здравствуйте! Сегодня мы будем говорить об артиклях в английском языке и разделим наше занятие на две части. Articles – definite and indefinite. Артикли – определенный и неопределенный. Артикль – это служебная часть речи, которая не имеет самостоятельного лексического значения и не переводится на русский язык. В английском языке существуют два вида артикля – определенный – definite и неопределенный – indefinite. Indefinite article – a – употребляется перед словами, начинающимися с согласного звука. Перед словами, начинающимися с гласного звука, мы употребляем неопределенный артикль – an. Definite article – определенный артикль, он всего один – the – и может произноситься как звук the, когда далее идет согласная буква в слове, или как звук the, когда у нас далее идет гласная буква в слове. Articles in use – использование артиклей. Определенный артикль – the – ставится перед существительными и зачитаниями существительного с прилагательным, когда речь идет о предмете, явлении, лице и т.д., известном обоим собеседникам – читателю. Например, for example, did you lock the car? Ты запер машину? Речь идет о безвестной машине. Собеседник-читатель может знать, о каком предмете говорится, так как данный предмет уже упоминался. She's got two children – a boy and a girl. The boy is fourteen, and the girl's eight. Говорящий конкретизирует, какой предмет он имеет в виду. Who's the girl over there with John? Слушатель-читатель может точно установить, о каком предмете идет речь, из контекста, ситуации. Could you close the door? Вы бы не могли закрыть дверь? Только одна дверь открыта. Неопределенный артикль – a – n – ставится перед существительными и сочетаниями существительного с прилагательным, когда речь идет о предмете, явлении лице и т.д. неизвестном слушателю, читателю, или если говорящему не важно, какой конкретный предмет он имеет в виду. Например, My brother is going out with a French girl. Слушатель ее не знает. Предложение переводится следующим образом. Мой брат собирается выйти погулять с французской девушкой. Could you lend me a pen? Ты можешь одолжить мне ручку? Неважно, какую ручку. Также, неопределенный артикль используется, когда говорят об одном предмете из класса группы подобных. A doctor must like people. Доктор должен любить людей. Любой доктор. A spider has eight legs. У паука восемь ног. Определенный артикль употребляется существительными, которые обозначают уникальные, единственные предметы, людей, явления. Например, В данном случае определенный артикль используется даже тогда, когда слушающие ничего не знают о предмете. You know the Andersons, don't you? Вы знаете семью Андерсонов, не так ли? Предполагается, что среди знакомых говорящих есть только одна семья Андерсонов. Have you never heard about the Thirty Years' War? Разве вы никогда не слышали о Тридцатилетней войне? Неопределенный артикль ставится только перед исчисляемыми существительными в форме единственного числа. Значения, выражаемые неопределенным артиклем, у существительных в форме множественного числа и неисчисляемых существительных передаются отсутствием артикля или словами We met some nice French girls on holiday. Мы встретили несколько красивых французских девушек на каникулах. Have you got any matches? У вас есть спички? Both my parents are architects. Оба мои родители – архитекторы. Определенный артикль употребляется существительными, обозначающими окружающую среду и природные явления. The town – город. The country – страна. The sea – море. The seaside – морской берег, побережье. The mountains – горы. The rain. Дождь – the wind. Ветер – the fog. Туман – the weather. Погода – the night. Ночь – the future. Будущее – the universe. Вселенная. The sunshine – солнечный свет. Слова nature – природа, society – общество, space – космос употребляются без артикля. Неопределенный артикль не используется с прилагательным без существительного. It's a good car. It's good. Если предисуществительным стоит притяжательное местоимение. Но оно может использовать конструкцию с неопределенным артиклем и притяжательным местоимением в абсолютной форме. He's a friend of mine. Он – мой друг. С неисчисляемыми существительными. This pool is made of silver. Ложка сделана из серебра. Blood is red. Кровь красная. I can't remember such weather. Я не могу вспомнить такую погоду. I'd like a cup of coffee. Я бы хотел чашку кофе. We have plenty of time. У нас много времени. Если перед неисчисляемым существительным есть определение, то артикль употребляется. Have a good time. Желаю хорошо провести время, повеселиться. I had a strange experience. У меня был странный случай. С формами превосходной степени, порядковыми числительными, а также словами next, last, same, only, всегда употребляется определенный артикль. Next – следующий, last – прошлый, same – такой, такой же, only, только. I'm the oldest in the family. Я самый старший в моей семье. We went to the same school. Мы ходили в одну и ту же школу. Can I have the next pancake? А можно мне еще взять блин? Определенный артикль используется в тех случаях, когда после имени собственного, для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет об известном лице, говорящий уточняет, кого именно он имеет в виду. Например. She married Richard Burton, the actor. Она вышла замуж за Ричарда Бёртона, актера. На этом первая часть нашего занятия по теме «Артикли в английском языке» закончилась. Goodbye. All the best. All the best. Продолжение следует...